Так, завершился матч Тинько-ХК, со счетом 3-1 победили гости в нашей пресс-конференции главные тренеры, дравшиеся в микрофонах. Алексей Геннадьевич, Ваша оценка в следующем матче? Ну, перед тем, как ставить оценку в матче, я бы хотел сказать, что приятно играть в таком месте, в таком городе, где каждая клеточка, наверное, живет хоккеем. Я сегодня ходил и посмотрел, мы везде, там, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, они тренировались на этих условиях, там, и, мне кажется, каждый, наверное, кто приезжает сюда, даже именно живет хоккеем. А по сегодняшней игре я могу сказать, что соперник сегодня включил самые максимальные скорости, к которым мы оказались не готовы. Мы всю игру, к сожалению, не могли их догнать, не могли. Ну, а выиграли, может быть, за счет везения, конечно, в первую очередь, ну, и маленькие какие-то моменты, все-таки на классе ребята оказались выше, потому что моменты соперник достаточно сделал, но не реализовал. Все, спасибо. Еще вопросы? Да, вопрос к Алексею Геннадьевичу. Если, позвольте, можно так перефразировать, да, если приятно было играть, то и приятно было обыграть химик такой именитой команды, правильно? Ну, вообще, мы, конечно, соперника не делим, там, наменитые, неуменитые, мы к каждому сопернику уважительно относимся, и я очень рад, что мы обыграли эту команду, так же, как, в принципе, я рад был, когда мы обыграли другие команды. Спасибо. Нету разницы никакой совершенно, еще раз говорю, просто здесь приятно играть, еще раз говорю, там, когда есть история, да, у команды, я очень рад, что эта команда сейчас играет, высших киевики, я вообще думаю, что она будет все время, может, КХЛ играть, потому что это команда с историей, и она заслуживает эту историю. Нельзя забывать ее.